Всем доброе утро! Новости у нас следующие. В общем, наш отель находится не совсем близко от моря, но как бы наш отель входит в сеть, у которой есть другой отель с классным бич-клабом и мы можем приходить бесплатно на бич-клаб, здесь тасоваться, отдыхать и классно проводить время. Так вот, наконец-то у нас не такой небольшой перерыв в поисках жилья и мы решили сегодняшнее утро провести в бич-клабе. Сами пока что ничего не знаем, не видели, но будем смотреть и вам показывать. Просто видите этот цвет воды? Просто что-то невероятное. Не знаю, мне кажется, цветокоррекция в этих видео мне точно не понадобится. Друзья, мы уже с Таньком на самом деле искупались в первый раз в океане. Первый раз здесь, в Таиланде за этот приезд. Ну, вы знаете, что я вообще на пакете ни разу не была, я уже рассказывала. Что я вам скажу? Это, наверное, лучший пляж вообще из всех, на которых я была, но может быть только разве что в глубоком детстве было не так. Просто белоснежный песок, чистейший, вода практически без волн, в отличие от Бали. Теплая, не такая соленая, как на Бали. В общем, если сравнивать с Бали, к сожалению, Бали очень проигрывает. Хотя я обожаю этот остров, и я не хочу про него говорить плохо, и уверена, что я найду очень много минусов потом на Пхукете, когда мы поживем здесь какое-то время. Но пока что я просто в восторге от этого песка, от этой воды, от вообще людей очень мало, спокойно, тихо, и напоминает Мальдивы, или такой какой-то просто райский островок затерянный. Очень красиво, классно, в восторге. Мы пока что сейчас, я буду вам тоже показывать этот пляж более подробно, детально. Здесь похоже у какого-то местного тайского блогера. Вот эту девушке фотосессия, потому что ее все фотографируют, снимают, а она здесь очень красиво моется в душе. Не знаю, кто это, но, возможно, это кто-то очень знаменитый. Ну и какой же бич-клаб без райского коконата? Тем более, коконаты здесь просто знатны. И вот, если что, Кататани — это название как раз вот сети наших отелей. Очень красиво все сделали, фруктики тут. Тут вот, как обычно, не открывается. А, нет, открывается. Полный какой, класс. Смотрите, как классно, милые бабулечки играют. Я, если честно, забыла сейчас название этой игры. Возможно, это Крокет. Или... Нет, наверное, я путаю. Они кидают вот так вот шарики, сейчас вы увидите. Так. Прицелилась. И... Па-па! Ну, не знаю, я правила этой игры. Попала она куда надо или нет. В общем, прикольно. Не прошло и полутора часов, но мы, к сожалению, отсюда уже уезжаем, потому что у нас спонтанно образовался просмотр еще одной квартиры. Поэтому мы быстро едем туда смотреть перед рабочим днем. Вот. Но надеюсь, что мы сюда вернемся, потому что, как вы уже поняли, здесь просто рай, спокойствие, мало людей. В общем, прям все отлично. Поэтому думаю, что не последний раз. Так, ну что, начинаем просмотр. Ого-го! Кухня зеленая. А на фотках была белая вроде, да? Или я не смотрела с фотками? Ну, хотя достаточно актуальный цвет зеленый. Так, духовка есть. Тут, кстати, холодильник со льдом. Это классный, большой еще очень. Смотри, какой большой холодильник. Он прям гигантский. Кровать. Так. О, какая картина. Кто под замену? Кровать. Я на такой спонтанке. А, да, это в этом в каком-то... А, это просто ободралась кожа, да, искусственная. Да, ну кровать жесткая, конечно. Так, здесь шкафы. Угу. Тут санузел. Тоже зелененький. Душ, туалет. Ящички, полочки. Так, и вот. Ой, а что это за пальма стоит такая? Ой, а почему я обутая хожу? Не знаю. Но это все равно грязно. Да. Так, и вот эта терраска. О, креслицы, как Саша любит. Видно, море есть. Балкон-то я готов. А, это тоже свой балкон? Ну, да. Для занятий йогой, не меньше. Я вот не очень пойму, а вот это что? Это здесь все люди, да, тусить будут около бассейна? Ну, да, выход в бассейн. А, калиточка, да, своя. Да. И тусуйся на бассейне. Месяц стоит 35. Если годовой контракт, то 30 в месяц. А если просто там помесячно, там, три месяца мы хотим, то тогда 35. Так, мы сейчас идем смотреть пул и джим. Ну, пул мы и так уже видели из номера, а вот тренажерка, это интересно. Ну, вида нет, очень жаль. Обычно все такие видовые делают, да. А это только он сверху. Друзья, на пятый день после приезда нужно сдавать второй ПЦР-тест. Мы с Сашей приехали, здесь очередь просто кошмар. У нас вообще запись на 11, но мы про это вчера забыли, и у нас просмотры классных вилл уже на 11 стоят. А вот поэтому приехали раньше, и мне кажется, мы только до 11, вот, там, с 10 будем все стоять. Просто кошмар. Так что имейте в виду, что очереди на ПЦР просто гигантские. Саш, как ощущения? Супер! Ай, дай мне паспорт. Ай, давай паспорт уберу. Мне, кстати, нормально сделали, она очень долго ковырялась, очень глубоко, но мне почему-то не было так неприятно, как в прошлый раз. В общем, мы отстрелялись с ПЦР-ами, кстати, это очередь, хоть она супер длинная, но, наверное, стояли мы в ней минут 7 всего. Полчаса уже прошло? По-моему, да. Нет, да ладно, минут 7 прошло. Нет, мы сюда в 10 подъехали. Ну, в общем, мы даже не договоримся, поэтому неважно. Мы едем дальше на просмотр. У нас сегодня суперклассные апартаменты, виллы, вот, поэтому, да, буду максимально снимать и сюда, во влог, и кое-что в сториз. Все, мы помчали. В общем, мы приехали к новому жилью, и шок, контент заключается в том, что мы ехали по району, который называется Лагуна. Здесь очень много разных водоемов, типа озер, прудов. Я не знаю, что искусственные, возможно, нет. И здесь тоже рядом пляж. И на самом деле район просто невероятно похож на район Мусаду на Бали. Вот, кто знает, тот поймет. И здесь такие широкие, ровные улицы, очень много дорогих отелей, мало людей. Вот, очень красивый ландшафтный дизайн. Куча охранников. Куча охранников, да, посты. Вот, так что прям один в один мы с Сашей такие едем. Типа мы попали в Несуду. Вот, сейчас будем смотреть здесь все жилье. Вроде тоже прикольное. Это наш риэлтор. Нас встретила. Едем. А, вот мы приехали, похоже. Какие симпатичные. Типа таунхаус, наверное. О, тоже, тоже сразу симпатичные. Стол большой, деревянный. Люблю большой деревянный стол. Внутренний. Ой, там по-русски разговаривают. Внутренний дворик с зеленью. Класс. Ой, какая кухонька за стеклянными дверями. Ни разу такого не видел. Здесь. Духовка. Четыре комфорки. Ну, неужели? Мы, как-то вообще не знаем. Мы на четвертый ленту, буквально, скажем. Спальня номер. Раз. О, смотри, какой рабочий стол. Ну, он не рабочий. Ну, он не рабочий, но как будто бы рабочий. А, вот рабочий. Ну, черный рабочий. Да. Большой, типа, шкаф такой открытый. Ой, сейчас жарко. Санудел. Ну, тоже неплохой. Вот здесь окошко есть. Можно все открыть. И будет светло. Наверное, лучше вот так будет показывать. Вторая спарринг. Ой, здесь симпатичное панно. Очень люблю, когда такой вид. Тоже санузел с душем. Это еще третий, да, этаж. Там как полуспаленка, да, вы сказали? Кто-то сделал из нее игровую зону, кто-то спален, да. Ага. Просто диван, то есть, если кто-то больше остался, будет теоретически. Ага, понятно. А, ну да, такое. Вот здесь можно кабинет сделать, кстати. А, и стол еще есть. Теоретически, да. А скажите, пожалуйста, здесь стройка, да, постоянно? Да. Стройка наша карма, да. Так, конечно, симпатично. Мне очень нравится вот этот аккурат. Если не выходить сюда на террасу, не смотреть вон туда, там, конечно, даже не забывая. Ну да. Да, вот здесь такая классная комната. Здесь можно сделать что угодно. Игровую, кабинет. Можно, если гости остались, какую-то спаленку. Вот так. Тоже есть душ, туалет. Да, я посмотрю, там вид. Тут просто видно внутренний дворик, зелень, другие там хаосы. Все классно, кроме стройки. Смотрим дальше. Ух ты, какой дворик. Окей, thank you. Посмотрите, private pool. Кухня. Кухня. Кухня классная. А плиты нет нормально, да? И духовки нет. А плита есть вообще? А, ну вот двойная, да. Плита, духовки нету, но есть микроволновка. Есть очень большой хороший холодильник. Водички стоит. О, прикольно. Здесь санузел, ванна, душ. Сквозной. Да, это сквозной туалет. Здесь много таких в Таиланде. На Бали такого ни разу не видела. И вот с кровати, кстати, с очень маленькой кровати, она такая короткая. Мне кажется, я не помещусь на нее. Да. Ты тоже. Похоже на нашу, помнишь, в которой мы жили не были первыми? Да. Вот рабочий стол неплохой, кстати. Да. Это здесь. Это первая комната. Это вторая комната. Дай посмотрю. Также здесь есть место, где можно сделать бабе-кью. А, окей, окей. Вот еще одна спальня. Тут свой тоже санузел. Без ванны. Симпатичный очень интерьер. Здесь стоит достаточно большая территория. И даже, смотрите, вот шезлонги. Я их сначала не заметила, сейчас заметила. Ну, классно. В общем, вилла супер очень классная. Похожа на балийские виллы. Прям очень всем похожа. И бассейном, и территорией, и растительностью, и вообще дизайном. В общем, супер. Но нам пока что, наверное, не очень... Ну, точнее, менее очень нравится этот район. Он достаточно отдаленный от всяких там классных шумных районов, где куча модных кафешек там. Ну, в общем, далековато. Не знаю. И плюс нам очень понравилась предыдущая квартира. Поэтому надо думать. В общем, пока мы... У нас тут небольшая пауза, прерывчик. Копьем коконат. Я вам скажу, что третий день поиска. Просто супер удачный. Я, наверное, сейчас не буду рассказывать все фишечки, лайфхаки, как мы нашли сегодня просто огромное количество невероятно классного жилья. Но обязательно расскажу в отдельном видео, где я сниму уже рум-тур. И расскажу, как мы искали виллу, как ее сделать проще, правильнее и так далее. Я вот прям... Даже придумала, что вам рассказать. Сформулировалась в голове. В общем, сегодня поиски супер. Мы с Сашей зашлись на одном варианте. Я вам его в этом видео точно не показывала, потому что для рум-тур удачного будет отдельное видео. Взяли с собой два кокосика, потому что они здесь просто потрясающие. И едем домой, потому что, Танька, уже пора во всю работать. Едем смотреть еще одну квартиру. Так, вот смотрите, кухня какая классная. Духовка есть. Диванчик тоже прикольный. Здесь такой балкончик. Это какая-то заброшенная штука. Вообще здесь есть всякие виллы жилые, здесь люди живут. А, реально. Да, вот гриль есть, кстати. Нам еще открыли еще одно окно. Посмотрите, как красиво стало. Это, конечно, интересный вариант виллы. Она еще такая просторная. И кухонька классная, тоже хорошо оборудованная. Здесь холодильник, если что. Так, и мы идем сейчас в спаленки. Вот там одна с двумя спальнями, и вот вторая. Ого, какой шкаф большой, да? Там свет не включается? Включается? А, там еще одно окно. Да, тут прикольно вообще. Это и столик виллено. Да. То есть, ребята, вы понимаете, да, что когда еще все окна будут открыты, тоже кто будет? Тут будет отказать. Это вход. Ага. Так, все. Да. Тут такое застекленное, и очень симпатичные вот эти все абажуры, прям красивые, да? Мне очень нравится вот это вот такое. Класс. И очень много мест, прям очень много. Это уже вторая, аналогичная, как вилла, я не знаю, даже как квартира. Вау. Здесь, смотрите, есть вид на море. во второй квартире. А, там тоже вроде была с балкон, просто и спальня вид на море. Так, и вот, еще ванна здесь есть, такая каменная, классная. Ой, здесь отдельный, смотрите, душ и отдельный ванн. Мне не очень нравится, что такие все смесители, видится старое, очень потрепанное, несовременное, но, тем не менее, прикольно. Так, здесь еще, вот во второй, есть выход на свою крышу. А та, ты какая, я говорила? Very, very good view, yeah, really. Смотрите, какой классный вид, со своей крышей получается. Вот с другой стороны вид на другие виллы, другое жилье. Ну, конечно, прикольно так иметь, да, свою крышу. И здесь, кстати, есть у вот этих апартаментов приватный свой выход к морю, ну, то есть пляж свой. Нам сейчас его тоже покажут, я вам тоже его покажу. Угу. Не, теперь покажу. Ну, идем, внутри с Private Beach. Здесь немножко какая-то странная штука заброшенная. Видимо, был какой-то ресторан, возможно. Да, выглядит, как такая заброшка, прикольно, в джунглях. Как раз из окон на нее вид. Ну, посмотрите на море, какой вид. На океан, конечно же. Мы с Саньком на Бали на похожую заброшку ездили просто пофоткаться, посмотреть. Здесь можно заниматься со спортом, йогой, со своим ковриком. Ага. Сюда можно приходить, заниматься йогой, хотя можно на крыше, если брать вторую. Вот такая вот здесь набережная есть, пристань, и там внизу бегают крабики. Смотрите, оп, такие они прям крупненькие. О, котейка тоже есть. Здесь все, конечно, немножко такое заброшенное, но глобально все классно. Блин, такая ты чистенькая. Да, ты красивая. Ого, вот этот пляж. какой он райский, да? Вау, как красивый. Как красивый. мы уже приехали домой, у меня небольшой апдейт по поводу виллы, точнее, квартиры, наверное, двух квартир, которые мы смотрели. как вы уже поняли, они со своим частным пляжем. У второй квартиры есть выход на свою крышу, просто с потрясающим видом, но получилось как-то немножко странно. Мы озвучили риэлтору свой максимум, а именно это 40 тысяч бат. В итоге по факту оказалось, что первая квартира стоит 60 тысяч бат в месяц и вторая 90. И нам сказали, что если мы надолго хотим, от 6 месяцев, тогда сделают скидку. Вот, поэтому как бы это не совсем вписывается в наш бюджет. И плюс из минусов, там все очень заброшенным выглядит и отдаленным от людей. Немножко стремно по вечерам будет туда возвращаться. Вот, но мы еще пообщаемся с риэлтором и возможно что-то там придумаем, договоримся. Так что вот так. Спустя день в том же бич-клэбе здесь какая-то туса. Там танцуют. Сейчас, наверное, будет видно. Класс. Так, следим, что там происходит. Куда-то все идут с флагами. Какие-то букеты, цветы, флаги, люди в форме. Ничего не понятно, но очень интересно. Сейчас резать что ли это будет? Не знаю. Давайте смотреть. Да, будет резать. Может они здесь тут открываются? О, как классно! Вау! Очень круто! Это первой флаг в這 "'е годы". Так, друзья, я вам решила показать немного, как проходит Этот чемпионат по питангу Я, кстати, да, я узнала, посмотрела в интернете Саша мне сказала, что называется питанг Это вроде игра пришла из Прованса И заключается она в том, чтобы обросать вот такие металлические шарики Сейчас я вам получше покажу Кстати, смотрите, какие классные вот эти зоны на лужайке Кстати, трава натуральная Окажется, что постельный газон И вот так вот они кидают эти шарики И вроде смысл в том, чтобы кинуть как можно ближе Ну, либо вот к этому ближайшему, не знаю Либо вот к тому красненькому Вообще, мне кажется, эта игра питанг просто идеальна для пенсионеров Она, наверное, не сильно энергозатратная Она больше на меткость Вон, видите, они там что-то измеряют Видимо, расстояние одного шара до другого И ставят, видимо, баллы и очки Вот здесь вот В общем, классно для дедульчиков, бабулечек Они тут знакомятся, все играют, тусуются, общаются Вот так Субтитры создавал DimaTorzok